Итак, сейчас 6 часов, и я начинаю мою десятую лекцию. Десятая лекция. 9 ноября 2021. Ну, я начну с дополнения к моей предыдущей лекции 9, которая записывалась через Zoom. Ну, и, к сожалению, в ней продолжалось изучение моей статьи 16 Никулина ВВО «Классификация арифметических групп, рожденных отражениями в пространство Хлобачевского, известия Академии наук СССР, серия математическая, том 45-й, номер 1, 1981 год, страница 113-142». Ну, и вот, к сожалению, DVI-файлы моей этой лекции, они не содержат этой статьи. И для понимания лекции 9, предыдущей, лучше загрузить PDF-файл вот этой вот статьи 16. Вот этой статьи моей 16. Ну, например, из mat.net.ru, используя указанные выше данные. Ну, то есть, мою фамилию, имя, название и том, номер, год, страницы. И использовать в этой лекции 9, потому что фактически в этой лекции я просто прочитываю вот эту вот статью. В лекции 9 рассматривалось... Следующая теорема 2.3.1 и ее доказательства из данной статьи. Вот этой статьи, которую я рекомендую лучше загрузить в PDF-файл из mat.net.ru. А именно, доказательства из теоремы 2.3.1, для заданного t больше нуля существует константа n от t такая, что всякий в арифметический ремберный многогранник минимальности t со степенью основного поля k на t больше n от t имеет одну из следующих диаграмм грамма гиперболической связанной компоненты. Ну и все вот эти определения, они присутствуют в этой статье. Ну вот первая диаграмма гамма-1, u, гамма-2, m, u, гамма-3, k, u, l, гамма-3. Где волнистое ребро, вот оно стоит, u, каркерованное, означает, что допускается u больше либо равно нуля. А минимальность t означает, что элементы a и g матрицы грамма многогранника, t меньше t. Кроме того, в доказательстве используются больше и больше диаграммы, чем вот эта, а именно используется таблица 1. И вот она тоже содержится в этой статье. Именно диаграмма гамма-1 штрих, здесь u, опять u. Волнистое это больше либо равно нуля. r, это натуральные числа 3, 4 или 5. Диаграмма гамма-2 штрих, тут тоже надо поставить u. И здесь r и s, натуральные числа равны 3, 4 или 5. И гамма-3 штрих, диаграмма, значит, здесь тоже u, u, e1, e2. Здесь k, s, r, значит, это натуральные числа, k, s, r, где r, s, натуральные, равны 3, 4 или 5. И диаграмма гамма-4 штрих, она так выглядит, здесь e1, e2, u, k, l, и натуральные k, l больше либо равно 3. Ну вот это вот то, что я хотел дополнить к моей предыдущей лекции. Еще раз, что для понимания ее лучше загрузить PDF-файл вот этой моей статьи 16. Ну и тогда легко будет понять вот эти доказательства, эти ETIM, 2-3. Ну пойдем дальше. Ну и так, 10 лекция. Значит, ее тема будет... Ну и так, 10 лекция. Спасибо. Продолженная будет параграф 3. Топология выпуклых многогранников. С симплециальными углами. Более точно мы будем изучать так называемый первый пункт – комбинаторный многочлен. Так, топология выпуклых многогранников с симплециальными углами и комбинаторными многочленами. Итак, пусть N – это выпуклый, замкнутый. Многогранник в пространстве Евклида. Ирина Бачевского с симплециальными углами. Углами. Ну, если обозначить… Через M со звездочкой комбинаторный тип. Тип. Воистерного. М. Многогранник. То симплициальность углов М эквивалентно тому, что М со звездочкой Это симплициальные многогранины То есть Все грани М со звездочкой Являются симплексом Итак, комбинаторный многочлен Пусть М выпуклый и замкнутый Многогранник в пространстве Евклида Или Лобачевского С симплициальными углами Ну и если обозначить через М со звездочкой Комбинаторный тип двойственного М многогранника То симплициальность углов М эквивалентно тому, что М со звездочкой С симплициальный многогранник То есть Все грани М со звездочкой Являются симплициальными Являются симплициальными Ну дальше пусть Н Размерность пространства Пространство И Альфа 0 Альфа 1 И так далее Альфа М Минус 1 Числа грани М М Многогранника М Размерности 0 1 И так далее Н Минус 1 Ну или Или эквивалентно Числа Граней Двойственного Многогранника М со звездочкой Размерности Минус 1 Минус 2 И так далее 0 Соответственно Составим Так называемый Комбинаторный Многочлен Р С равный Альфа 0 Значит Число грани Размерности 0 Плюс С Минус 1 Альфа 1 Число грани М Размерности 1 Ну то есть Ребер Плюс Так далее Плюс С Минус 1 В степени Н Минус 1 Альфа Н Минус 1 Плюс С Минус 1 В степени Н Значит Мы его будем Нумеровать 1 1 Значит Апология Выпуклых Многогранников С симплециальными Углами Комбинаторный Многочлен С М Выпуклый Запнутый Многогранник Прозраблен Пригоди Лобачевского С симплециальными Углами Если А значит М со звездочкой Комбинаторный И Двойственного Многогранника М Многогранника То симплециальность Углов М Эквалентна Тому Что М со звездочкой С симплециальной Многогранник То есть Все грани Двойственного Многогранника М со звездочкой Являются симплециальными Пусть Н Размерность Пространства Ну вот Лавачевского или Евклида, и альфа-0, альфа-1, 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 числа граней многогранника m, размерности 0, 1, и так далее, n-1, соответственно. 0, 1, n-1, ну или то же самое число граней, бойственного многогранника, размерности n-1, n-2, и так далее, 0, соответственно. Ну и вот комбинаторный многочлен. Значит, это альфа-0 плюс s-1, альфа-1, плюс так далее, s-1 в степени n-1, альфа-n-1, плюс s-1. Ну, от обычного многочлена с коэффициентами альфа-0, альфа-1, альфа-n-1 и 1, отличие в том, что тут не переменная x стоит, а стоит s-1. Ну, пойдем дальше. Ну и вот этот комбинаторный многочлен будет играть ключевую роль в наших дальнейших исследованиях. Спасибо. 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 Пойдем дальше. Как предположил Владимир Игоревич Арнольд, его работе чтили. Ну, вот тут все ссылки, которые я даю, можно взять ссылки из вот этой моей работы 16, которую мы изучаем. Мы продолжаем изучать вот эту мою работу 16. Что и было доказано Даниловым, Даниловым, Кушнеренко. Спасибо. 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 Даниловым. Даниловым. А. Ушнеренко. И. Фуксом. Этот многочлен комбинаторный имеет положительные коэффициенты. коэффициенты. Ну, конечно. Кроме того, как давно доказано Даниловым. 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 Возвратим. Возвратим. Это опять можно посмотреть. Ссылки в этой моей статье 16, 18, 19, 11, 12. Ну, и смотри, так же дополни. Дополнение к лекции. Последний. Ну, конечно. Имеется в виду, что вот этот комбинаторный многочлен он здесь. Вот он комбинаторный многочлен. что все эти утверждения, они имеют место, если все это записать многочлен от переменной S. То есть, тогда только верно, что он имеет, то есть, если возвести все здесь в степени, только тогда он имеет положительные коэффициенты, он возвратен и... То есть, надо произвести эти вычисления. Ну, пойдем дальше. Пойдем дальше. Существование. Следующий пункт будет. Ну, и вот мне в свое время повезло, что когда вот я занимался этой темой, эта статья моя, она 1981 года. Как раз в это время на семинаре Арнольда эта тема и разбиралась. Ну, и я... А я занимался вот классификацией арифметических групп порожденных отражениями. Ну, и я понял, что вот все эти факты про комбинаторный многочлен, вот этот комбинаторный многочлен и все эти факты, которые, вероятно, важны для исследования групп порожденных отражениями. Я, так сказать, мне в этом смысле повезло. Ну, итак, пойдем дальше. Второе. То есть мне удалось воспользоваться ими новыми результатами. Пойдем дальше. Существование. То есть нас будет интересовать существование топологический простых грань у многогранников. Ну, и... Ну, такие факты некоторые известны. Например, легко показать, что... Пользуясь... Равенством. Двум. Эйлеровые характеристики. Пользуясь... Выпуклого... Многогранника... В трехмерном пространстве... Существует... То есть трехмерного многогранника. Существует... К-угольная... К-угольная... Грань... Ну, то есть просто К-угольник. Причем... К-угольный... К-меньше либо равно 5. Используя свойства комбинаторного многофлена, используя свойства комбинатор многофлена. Доказать существование топологических простых грамм. И в более высокой размерности. Так как этот комбинаторный многочлен мы пишем только для многогранников с симплециальными углами, то, конечно, это возможно только если у высокой размерности, если предположить, что многогранник имеет симплециальные углы. Ну и так, существование топологически простых грани легко показать, пользуясь равенством двум эйлеровых характеристикам, и что для всякого выпуклого многогранника в трехмерном пространстве существует каугольная грань, причем ка меньше либо равно пяти. Ну и используя свойства комбинаторного многочлена 1.1, который мы выписывали, можно доказать существование топологически простых грани и в более высокой размерности, если предположить, что многогранник имеет симплециальные углы. Спасибо. Более точно имеет место следующее теорема. Комбинаторный многочлен я не буду стирать. Продолжение следует... А именно, имеют место теорема 3, 2, 1. Пусть это 0, это 1, это к-1, не отрицательные действительные числа. Действительные числа. где к больше либо равно... тогда утверждается для всякого выпуклого. многогранника многогранника М с симплециальной углами 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 в пространстве. в пространстве размерности. 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 минус 1. Среднее взвешенное при помощи... при помощи... это 0. Это А минус 1. Число граждан. Альфа, боль. Гамма. Альфа, камень с 1. Гамма у грани. Гамма размерности. К загогранника М удовлетворяет. Неравенство. К загогранника М удовлетворяет. Сумма и нулю К минус 1. Это И, альфа и гамма меньше, чем это И, А, М и К. Где А, М и К равняется С из 1 К. Это Н минус И, К минус И, С из Н пополам целая часть. И делить на С из Н пополам. К минус И, С из Н минус Н пополам К. Доказать. Пусть это 0, это 1, это К минус 1. Неоприцательные, действительные числа, где К больше либо равно 2. Тогда для всякого выпуклого многогранника М с симплициальными углами пространства и размерности М больше либо равно 2 К минус 1. Среднее взвешенное при помощи тета 0, тельта К минус 1 число граней альфа 0, гамма, альфа К минус 1, гамма у граней. Гамма размерности К. Многогранника М удовлетворяет неравенства. Миниться на альфа К, гамма М, гимм гамма равно К. Сумма И равна 0, К минус 1, тета И альфа и гамма меньше тета И, А, Н, И, К, где А, Н, И, К равняется С из Н минус И, К минус И, умножить на С из Н пополам. С из Н пополам К, ну и доказательства. Пусть Р от С равный бета 0 плюс бета 1 С плюс и так далее. Бета Ж, С в степени Ж плюс бета Н, С в степени Н, многочлен 1,1. Многогранника М. Ну, то есть в точности этот же многочлен, только просто тут все вычисления проделаны. То есть проведены вычисления, так сказать, степеней. Нет, 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 нет. Спасибо. Ну, чтобы представить, тут только коэффициенты β0, β1, βn, а тут α0, α1, поэтому надо переписать эти коэффициенты через эти. Продолжение следует. Спасибо. 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 в виде 1,1, 1,1. s минус 1 плюс 1 в степени g плюс бета n. s минус 1 плюс 1 в степени n. Значит, он был записан в этаже s в степени g. Ну, а мы переписываем таким образом. По биному Ньютона получаем, что альфа и вот эти вот старые представления, в качестве комбинаторного многочлена, альфа и равняются сумме g равно 0 до n с g и бета g. c из i в степени g равно 0, если i больше, чем 2,1. В 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 2,1. так как многогранные углы симплециальные, то для i меньше либо равно k, меньше либо равно n получаем альфа и k. равна единица на альфа k сумма гамма c в m гамма равно k. альфа и гамма равняется альфа и c из m минус k и равно альфа и c из m минус k и равно альфа и c из m минус k. и к минус k и лить на альфа k. к минус k и к минус k. к минус то для и к минус… И по формулам 2, 1, 2, 2, получаем, что альфа и к. Равняется c из n минус i, k минус i, сумма g равно 0 до n, c из g и бета. Неправильно написано. Сумма. До n, c из g и бета. Два, три. Все. Вставляю. Еще раз я проверю. И ратес в виде ратес равняется β0 плюс βg s минус 1 плюс 1 в степени g плюс βm s минус 1 в степени n. Мы по бенову Ньютона получаем, что альфа и равняется сумма g равно 0 до n, c из g и бета g. Ну и конечно вот это, так как многочлены, многогранные углы m теплициальные, то для i и бета g равно k минус n, получаем альфа и к равняется единице на альфа к, сумма гамма m и бета гамма равно k, гамма альфа и гамма равно альфа и ц из n минус i, k минус i, и по формулам 2, 1, 2, 2, получаем альфа и к равняется c из n минус i, k минус i, сумма g равно 0 до n, c из g и бета g, g, сумма g равно 0 до n, c из g, k бета g в а3. Ну пойдем дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Углы М симплециальны, то для И меньшего ребра в руках, И меньшего ребра в руках, находим альфа и к равной емнице делить на альфа к сумма, гамма содержится в М, гамма равно К, альфа и гамма равно альфа и С из М минус И К минус И делить на альфа к. Альфа и С из М минус И. Альфа и С. Альфа и С. Альфа и С. Альфа и С. Продолжение следует... Нет, это я не то делаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Возвратностью... Коэффициент... Многочлена... Один... Один... То есть вот этого многочлена... То есть... Правенство... Ва... Ва... Просчитать... Коэффициенты... Получаем... Из... 2... 3... Что... Альфа... Альфа... И... К... Равняется... С... Р... И... К... И... С... С... Альфа... К... Альфа... Альфа... С... Альфа... 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 И в это три лидит сумма N, C, пока. В это три лидита. 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 Доказывается. привидением к общему знаменателю. Общему знаменателю. В это три лидита. 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 б.м. не все одинаковы а0 x0 плюс ам xm делить на b0 x0 б.м. меньше чем максимум а и 0 то 0 следующий элементарный неравенство доказывается приведением к общему знаменателю если b0 bm больше 0, x0 xm больше 0 и числа а0 на b0 ам на bm не все одинаковы то а0 x0 плюс ам xm при 0 x0 bm xm меньше чем максимум 0 меньше либо равно i m a i на b и ну пойдем дальше 0 вот эти вычисления показывают что несмотря на то что мы знаем свойства комбинаторного многочлена применение этого комбинаторного многочлена этих свойств оно нетривиальное требует таких довольно сложных вычислений ну и так вот мы этим пользуемся и получаем отсюда если n больше либо равно 2k минус 1 и k больше либо равно 2 то эти неравенства которые мы только что получили как легко видеть применимые к выражению альфа и к о формуле 24 которые вы только что рассматривали так как в это же больше нуля и дает неравенство альфа и к меньше чем c из m минус i a минус i максимум 0 меньше либо равно g меньше либо равно n пополам пополам целую часть c 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 Альфа и К, 6М минус ИК минус И максимум. Сэйс уже по И плюс Сэйс и К, 6М минус И, К, 6М минус И, К, 6М минус И, К. Простые вычисления заказывают. Смотри, Лему, 3, 2, 2 ниже. Что при 0 меньше либо равно Ж, меньше либо равно Н пополам. Последовательность. Сэйс. Сэйс и К плюс Сэйс и К делить с Сэйс и К. Сэйс и К, строго возрастая последовательность Сэйс и К, Сэйс и К, Сэйс и К, строго возрастая. Альфа и К. Меньше чем АМ и К. Для АМ и К. из условий теоремы. Главные теоремы, которые мы формулируем. Лемма. 3, 2, 2. Для фиксированных. Для фиксированных. целых. Целых. чисел И, Н, удовлетворяющих неравенств. 2, меньше либо равно К, меньше либо равно Н плюс 1 и на 2, целая часть. 0, меньше либо равно Н и на 2, целая часть. Последовательность. Дэши. Сэйс и К. Сэйс и К. По И. Сэйс и К. 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 фиксированы целых чисел ИКН, удовлетворяющих неравенство 2 меньше либо равно К, меньше либо равно Н плюс 1 пополам, 0 меньше либо равно И меньше К. Следовательность СЖ равная СЖ по И плюс СН минус Ж по И, СЖ по К, СН минус Ж по К, СЖ строго возрастает при 0 меньше либо равно Н, целая часть Н пополам. Доказательства. И так. Продолжение следует... 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 С... 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 Продолжение следует... С... 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 Меньше g плюс 1i, g плюс 1i, g плюс 1i, g плюс 1i плюс 1i плюс 1i. Если 0G плюс 1i, g плюс 1i, g плюс ni равно n пополам. Два минше и плюс 1i плюс 1i, g плюс 1i, g плюс 3i плюс 2i, g плюс 2i, g плюс 2i. Так, значит, свои неравенства вливаются на три случая. В случае 0 меньше либо равно g, меньше g плюс 1, меньше i. Доказываемое неравенство имеет вид c из n минус g и c из n минус g. И плюс 1 меньше c из n минус g минус 1, и плюс 1. И приводится к эквивалентному виду. Виду единица делить на n минус g минус i меньше, чем единица делить на n минус g минус i минус 1. Что очевидно? Так как n больше либо равно 2 и плюс 1 больше, чем i g минус 1. Давайте проверим еще раз. Перемножая неравенство, неравенство разбивается на 3 случаи. В случае 0 меньше b равно g, меньше g плюс 1, меньше i. Доказываем неравенство. Доказываем неравенство имеет вид c из n минус g и c из n минус g и плюс 1. И меньше c из n минус g минус 1, и c из n минус g минус 1, и плюс 1. И приводится к эквивалентному виду единица на n минус g минус i меньше единица на n минус g минус i минус 1. Что очевидно, так как n больше либо равно 2 и плюс 1 больше, чем i в g плюс 1. Так, пойдем дальше. Продолжение следует... 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 В случае 0 меньше либо равно g, меньше либо равно меньше, чем g плюс 1, равно i. Доказываемое неравенство имеет вид получив 0 меньше либо равно g, меньше g плюс 1, равно i. То есть c из n минус i плюс 1 меньше, чем x плюс c из n минус i. E, i, c из n минус i плюс 1. То есть, и аминус и плюс 1 и плюс 1 меньше. И вытекает. Из неравенства c из n минус i плюс 1. И c из n минус i плюс 1 меньше, чем c из n минус i. И c из n минус i плюс 1. n минус i плюс 1, n минус i, n минус i плюс 1. Доказываемое аналогично предыдущему случаю. В случае 1 меньше либо равно i. i меньше либо равно g, меньше g плюс 1, меньше либо равно чем n пополам. Доказываемое неравенство. Неравенство эквивалентно неравенству g, g минус 1. g минус i плюс 1, плюс n минус g, n минус g плюс 1. r минус g минус i плюс 1, g минус 1, g минус 1. g минус i плюс n минус g, n минус g минус 1, n минус g минус i. n минус g, n минус g, n минус g. n-ips, n m, n m, n минус g, n am, n g, n, n m, p, n b. g – 1, g – i, n – g – 1, n – g – i. Меньше, чем g плюс 1, g минус i плюс 2 плюс n минус g минус 1. m минус g минус i. И делить на g плюс 1, g минус i плюс 1. 1 плюс n минус g плюс 1. 1 плюс n минус g минус i плюс 2. 1 плюс n минус g минус 1. r минус g минус i. g плюс 1, g минус i плюс 1. r минус g плюс 1. минус 1. Спасибо. Чтобы доказать это неравенство, мы делаем следующее. Так, для доказательств этого неравенства мы делаем следующее. Утверждается, что достаточно доказать, что нет, давайте просмотрим определенную на отрезке и н минус и функцию. Спасибо. 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 Произведение и 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 на и n пополам положительная функция и 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 Сумма S равно 0 и минус 1. 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 Сумма S равно 0 и минус 2. 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 Сумма S. Сумма S. Сумма S равно 0 и минус 1. Сумма S равно 0 и минус 2. Сумма S. 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 Сумма S равно 0 и минус 1. Сумма S. 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 X минус L делить на N минус S минус X. Минус. Минус. Проверим. Минус С минус С минус И минус С минус У. Минус произведение L равно 0 до I. X-L, L равно 0, I-1, M-L, X-S, плюс произведение L равно 0, I-L, M-L, M-L, X-S, плюс произведение L равно 0, I-L, M-L, M-L, X-S, M-L, 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 M-L Произведение L равно 0 до I-1, X-L, минус произведение L равно 0 до I-1, N-L-X. Произведение L равно 0 до I-1, X-L, плюс произведение L равно 0 до I-1, N-L-X, Ravno? Ravno? n-2x произведение l равно 0 1 x minus l n-1 x сумма s равен 0 и минус 1 x s с единицей на n-s минус x плюс произведение l равно 0 до i-1 n-l минус x квадрат минус произведение l равно 0 до i-1 x минус l квадрат минус 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 Что в таком преобразованном виде очевидно? Что в таком преобразованном виде очевидно? Лемма доказана. И это завершает доказательство теории. Имеется в виду, что в таком преобразованном виде очевидно. Имеется в виду, что мы хотим доказать, что вот эта функция, ее производная больше нуля на отрезке и n пополам. Ну и для этой функции, по-видимому, это очевидно. Завершает доказательство теоремы. Теорема, которую мы доказываем. Теоремы 3, 2, 1. 3, 2, 1. Которая формулировалась сразу после формулировки вот этого вот. Теорема 3, 2, 1. Теорема 3, 2, 1. Она формулировалась. Ну и осталось подвести итоги. Теорема 3, 2, 1. На вот этой вот 3, 2, 1. Мы ее доказываем. Из теоремы 3, 2, 1 вытекает нужное нам следствие. 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 3, 2, 3. При условиях и обозначениях теоремы. Теорема 3, 2, 1. У многогранника N дается грань гамма размерности. К, для которой числа граней альфа и гамма. И удовлетворяют неравенство. Сумма и равна 0 до К минус 1. Тета и альфа и гамма меньше сумма и равна 0 до К минус 1. Тета и альфа и гамма. Тета и альфа и гамма. И гамма. Тета и альфа и гамма. Тета и альфа и гамма. Тета и альфа и гамма. Ну и еще пару замечаний. Замечания. 3, 2, 4. Легко видеть, что при фиксированных гамма. Тета и альфа и гамма. Тета и альфа и гамма. И к убывает. 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 И лимит. Н стремится к бесконечности. А, Н и К равен С из К по И 2 степени К минус И. И это число граней размерности И и у К мерного куба. Куба. Это показывает. Показывает. С ростом. Размерности. М. У многогранника М. У М можно выбирать. все более простые грани размерности К. 2, 3, 2, 3, 2, 6, 1, 3, 2. При больших н. Теорему 3.2.1 и следствие 3.2.3. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Из теоремы 3.2.1, которую вы доказали, вытекает нужное нам следствие. Следствие 3.2.3. В условиях и обозначениях теоремы 3.2.1 у m найдется грань гамма размерности k, для которой числа грани альфа и гамма размерности i удовлетворяют неравенству сумма и равно 0 до k-1. Это и альфа и гамма меньше, чем сумма и равно 0 до k минус 1. Это и а, н, и к. И еще одно важное замечание. Продолжение следует... Продолжение следует... Это показывает, что с ростом размерности n у многограника m можно выбирать все более простые грани размерности k. При больших n теоремы 3.2.1 и следствие 3.2.3 нельзя улучшить. Нельзя улучшить. Нельзя улучшить. Нужно взять в качестве примера n равным кубу по величине вариантов. Альфа и гамма, гамма-куб является примером самых сложных многогранников. Среди конечного набора многогранников размерности к существования которых в качестве грани n размерности k с ростом n n можно гарантировать. Повторю еще раз, нужно взять в качестве примера m равным кубу по величине вариантов альфа и гамма. Куб является примером самых сложных многогранников среди конечного набора многогранников размерности k существования которых в качестве грани m размерности k k с ростом n можно гарантировать. Ну вот это все. с